Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезд в общественном транспорте подорожает на рубль. Такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области, исходя из инфляционных процессов. С 15 декабря цена билета в автобусе вырастет с 25 до 26 рублей. В троллейбусах и трамваях стоимость проезда поднимется до 25, а в метро до 27 рублей. Повышение составило 4%, хотя перевозчики просили существенно больше. Для сравнения, проезд в подземке Москвы и Петербурга стоит 60 рублей, в Екатеринбурге и Самаре – 32, а в Казани – 39 рублей. Почти 20 километров дороги отремонтировали на трассе Чины-Венгерова-Кыштовка. Все работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Отремонтированы 5 километров вблизи деревни Пахомова-Кыштовского района. Там выполнили фрезерование, уложили и выровняли основной слой из асфальта бетона, укрепили обочины. Вместе с этим заменяют дорожные знаки и наносят разметку. Его в нормативное состояние привели 2 километра трассы в Венгеровском и 11 километров в Чановском районах. 126 тысяч жителей области прошли вакцинацию от коронавируса за минувшую неделю. В регионе продолжается массовая прививочная кампания. На сегодня первый компонент вакцины получили уже более 1,2 млн. жителей. Полный курс завершили более 988 тысяч человек. Те, кто еще не успел, могут привиться в одном из 144 кабинетов вакцинации, действующих на территории региона. 85 из них в Новосибирске, еще 59 в районах области. В Бердске начали выпускать новое средство, которое помогает восстановиться после тяжелых нагрузок. Препарат, который не запретит никакое антидопинговое агентство, способен существенно увеличить выносливость спортсменов и интенсивность тренировок. Сергей Толмачев разбирался, из чего сделана пищевая добавка и как она влияет на функции организма. Тренировки в этом зале всегда напряженные. Кикбоксинг – вид спорта, в котором очень высокая физическая нагрузка на единицу времени. И вопросом восстановления любой тренер уделяет повышенное внимание. Происходит полное восстановление, уже и голова лучше соображает, и человек, который получает нагрузку, он уже чувствует себя, как рыба в воде. Когда идет перетренированность, когда идет переутомление, и, соответственно, отсюда и показатели у всех начинают падать. Для того, чтобы силы вернуть быстрее, эти спортсмены принимают биологическую добавку. Юрий не ходил в зал 10 лет после серьезной травмы. Сейчас лупит грушу с большим азартом. Говорит, эффект этого препарата ощутим не только в спортзале. Очень хорошо для мужчин. Имеет проследствия. Это такое субъективное мнение. Там тоже прописано в инструкции. И, в общем, бодрость в течение дня. То есть положительный эффект. А когда его употребляешь, чувствуется прилив энергии. Ученые подтверждают субъективное ощущение человека исследованиями на мышах. Это специальные беговые тесты с постепенным увеличением скорости движения дорожки. В конце эксперимента определяют биохимические показатели. По результатам которых делают вывод. Биодобавка снижает напряжение и уменьшает усталость мышц. Они почти не забиваются. А этот неприятный эффект знаком любому спортсмену. Уровень лактата и глюкозы в крови и в мышцах, которые сравниваются непосредственно. Чем ниже лактат, тем выше работоспособность. И соотношение глюкозы и лактата. То есть это коэффициент тоже показателей работоспособности. Препарат состоит из двух компонентов. Фитогормона экдистена и урсоловой кислоты. Они содержатся в экстрактах левзея и клюквы. Урсоловая кислота это тритерпеноид. Структурную форму мы с вами видим. Она обладает широким спектром действия. Это гепатопротектор, противовоспалительная, антибактериальная, противовирусная активность. Обладает физическое увеличение анаболических эффектов, метаболических процессов. Если просто есть клюкву, такого эффекта не будет. Тогда ягоду придется поглощать каждый день литрами, чтобы достичь той дозы, которая содержится в одной капсуле. А это вред для слизистой желудка. Ученые точно рассчитали эффективный и безопасный для организма пропорции. Получили сертификат. На заводе в Бельске сегодня завершили производство первой партии, которая уже поступает в аптеку. В одной упаковке у нас 50 капсул. Это ровно на курс. Пьется она по 2 капсулы в день, утром и в обед. Вечером не нужно, чтобы сон не нарушить. Действующие вещества препарата разрешены Всемирным антидоплинговым агентством. Поэтому сейчас производители ведут переговоры со спортивными организациями. Например, с Федерацией футбола. Сергей Толомачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. В Новосибирске сегодня стартовал крупный российско-немецкий деловой форум. Гости из России и Германии приехали для общения, культурного обогащения и не только. Участники форума обсудят сотрудничество государств во всех сферах, исключая политику. Александр Шпак продолжит тему. В залах бизнесмены, студенты, преподаватели, просто любители немецкого языка и культуры. Сегодня стартует второй русско-немецкий деловой форум. Площадка встречи «Русско-немецкий дом». Обычно школьники и студенты тут учат язык. Отмечают национальные праздники. Сегодня атмосфера особая. Это не место для переговоров. Это зона свободного общения русских и немцев. Обсуждают тут сегодня образовательное, культурное и экономическое взаимодействие двух народов. Так, например, в Новосибирской области сейчас работают больше 70 крупных предприятий, созданных при участии немецкого капитала. Возможно, после таких дружеских посиделок их станет еще больше. На это надеются европейские гости. Бизнесмен Вальдемар Вальц занимается производством промышленных роботов. Когда-то учился в России. Приехал встретить старых друзей и найти новых. Мне интересно развитие моего бизнеса и помочь фирмам Российской Федерации, которые хотят автоматизировать свои процессы. Внедрение роботов сейчас, конечно, по всему миру очень популярное. Вальдемар уже внедрил роботов в производство подстаканников для РЖД. Теперь, заказывая в поезде чай, сибиряки могут вспоминать немца добрым словом. Привести пример Китай. Посмотрите, в свое время они приглашали к себе на территорию заводы, предприятия современные. Скажем так, освоили все технологии. Сейчас Китай уже вытесняет многие западные компании, которые работали у него, в том числе агрессивно и на их рынках родных работают. У России в этом большой потенциал. Соперничество может перерастать в сотрудничество и наоборот. Вот. Впрочем, политику сегодня на форуме не обсуждают. Зато говорят о том, что было бы неплохо отправлять в Германию русских преподавателей языка. Или о том, что немецким учеными есть чему научиться в нашем Наукограде Кольцова и Академгородке. Для нас очень важен межнациональный мир. Для нас очень важно, когда мы обсуждаем темы взаимодействия между Российской Федерацией и Германией в разных сферах. Связи России и Германии более тесны, чем может показаться на первый взгляд. Согласно данным переписи, сразу после русских по количеству населения в нашем краю лидируют немцы. Так сложилось исторически. Было не менее трех волн массовой миграции в Сибирь. Во времена императора Александра II в период Столыпинских реформ и также в результате Второй мировой войны. Сибирь стала домом для сотен тысяч немцев. Александр Шпак, Александр Ведерников. Новости ОТС. О бронепоезде, созданном руками сибиряков железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, рассказали барабинские школьники на всероссийском конкурсе «Музеи Победы» и получили приглашение на первый всероссийский форум школьных музеев, где представляли наш регион. Подробнее расскажет Оксана Тимошенко. Надо на компьютере набрать текст, все отформатировать, там что-то сделать. Это Саша. Выучить наизусть – это Настя. Когда мы снимали фильм «Тайны военных лет», его озвучивала Настя с Андреем Макаровым. В музее Центра дополнительного образования тихо почти не бывает. Вот и сейчас активно обсуждают итоги конкурса. Готовились к нему не один день. Сначала нужно было найти эту информацию. И мы же до этого участвовали в других конкурсах. Поэтому я пыталась по нашим другим папкам найти доступную нам информацию, вставить все в слайды, естественно, все красиво оформить. Ну и чтобы не превышало лимит. На Всероссийский конкурс, посвященный памятным датам и событиям региона, в годы Великой Отечественной войны, школьники представили экспозицию о подвиге сибиряков-железнодорожников. Задание построить бронепоезд Барабинское паровозное депо получило в первые месяцы войны. Инженеры, токари, слесари, сварщики трудились круглосуточно. И в марте 42-го бронепоезд «Сибиряк-Барабинец» с добровольцами отправился на защиту Москвы. После обороны Москвы наш бронепоезд сражался на Корейском перешейке. Свой последний залп бронепоезд «Сибиряк-Барабинец» сделан на побережье Ладожского озера в честь Победы. К юбилею Победы в музее создали передвижную выставку о легендарном бронепоезде, а также документальный фильм «Тайны военных лет». Своими работами организаторы планировали донести до современного поколения историческую правду о войне, о подвиге советских железнодорожников. Труды школьников оценили не только жители Барабинского района, но и жюри конкурса. Мы выступали внутри своего сибирского региона. Там было заявлено 10 команд. Алтайский край, Горная Алтай, Кемерово, очень сильные, кстати, соперники наши, Иркутская область, Республика Тыва, Республика Хакасия. И вот мы среди этих 10 команд выступали, затем на самом форуме московском. Из-за коронавирусных ограничений форум школьных музеев проходил в онлайн-формате. Радости от Победы, по словам ребят, это не омрачило. Они намерены двигаться дальше и уже готовятся к новым конкурсам. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Девиз 30 ноября мы в ответе за тех, кого приручили. Сегодня отмечает Всемирный день домашних животных. В Новосибирске к этой дате приурочили веселые старты. Собаки каких пород приняли участие в соревновании и кто стал победителем, расскажет Наталья Цопина. Молодец, супер! Супер, добра! Возгласы одобрения звучат из разных концов зала еще до начала соревнований. Хозяева с питомцами успевают потренироваться на всех снарядах, которые необходимо будет преодолеть после старта. Каждому дается лишь одна попытка. Построение, жеребьевка и в бой идет первая группа. В ней два русских тойтерьера – Юджин и Фарга. Один мчится, другой активно болеет. Миниатюрный мужчина с боевым характером. Во-первых, квартирный вариант, что это очень удобно. Во-вторых, они у нас такие ласковые, мы их так любим. Поэтому они у нас как пожулькать, чтобы пообниматься, поцеловаться. Мы все смеемся, что они у нас братья Кличко, но это, конечно, шутка. Потому что они заводил у нас. Они постоянно носятся и постоянно гавкают. Джек Рассилтерьер, Сибаину, Брако Итальяна. В соревнованиях принимает участие 12 собак. Все они занимаются в школе дрессировки. Без дрессировки, в принципе, тяжело в жизни. То есть так удобнее гораздо. Проще и безопаснее для собаки, что она никуда не убежит, если что и прибежит. Были всякие проблемы тоже, которые нужно было решить. Например, лай непроизвольный. Это по пародии у нее так идет. Она очень перевозбудимая собака. Для нее команда сидеть, ждать достаточно тяжело дается, потому что ей хочется везде куда-то бежать. Но тоже в процессе, в процессе уже есть успехи. Счастье, когда тебя понимают. Люди приходят за пониманием. Люди хотят понимать свою собаку. И люди очень хотят, чтобы собака поняла их. Понимаете? Это действительно ценно, важно. И без этого трудно жить. Вот за этим и приходят. На тренировках бордер-колли-луни сложнее всего давалась змейка. Пришлось проходить снаряд много раз. Но к такому рабочей собаке не привыкать. Кроме школы, ежедневные занятия с хозяином. Час до работы, час после. Собак это удовольствие делать. Особенно, когда дают вкусняшки. Я отвариваю легкое, говяжье. Но такое менее питательное для собак. И можно давать в большом количестве. У нас каждый день праздник, потому что мы занимаемся, тренируемся и играем. И поэтому у нас, мне кажется, каждый день день питомца. Лидером в каждой группе – кубки, угощения, сертификаты на четыре занятия от жилети в зале и одно в специальном бассейне для собак. Приз зрительских симпатий у бородатой Колли Файми. Бордер-колли-луна одерживает абсолютную победу. В этом году старты внутриклубной. В следующем соревнования планируют сделать более масштабными. Наталья Цопина, Андрей Руднев. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин